скарлатина это острое инфекционное заболевание характеризуется общей интоксикации организма ангиной и ярко-красной мелкоточечной сыпью по латыни скарлатинум ярко-красный возбудитель бета-гемолитический стрептококк группы а с 1 по 4 типы о свойствах данного микроба мы рассказываем в лекции стрептококки источником скарлатины является больной человек и носитель возраст болеющих это чаще дети от 1 до 8 лет пути передачи воздушно-капельный при разговоре кашле чихание непрямой контактный путь это через предметы обихода например через детские игрушки в группе детского сада алиментарный пищевой путь через инфицированные продукты например молоко сезонность осенне-зимнее патогенез то есть механизм развития возбудитель попадает через входные ворота слизистые оболочки зева и глотку скрытый инкубационный период составляет 1-6 дней начало заболевания острое повышенная температура может быть рвота и это проявление токсического синдрома в зеве возникает ангина а на теле появляется мелкоточечная сыпь это проявление действия эритрогенного токсина на второй-третьей неделе проявляется аллергизация организма это тахикардия учащенное сердцебиение волнообразная лихорадка и могут быть различные осложнения заболеваемость скарлатиной сейчас невысокая но возможны групповые вспышки в детских коллективах преобладают легкие и средне тяжелые формы при недостаточном лечении возможны осложнения тонзиллит осложнение на сердце осложнение на почки осложнение на среднее ухо отит иммунитет стойкий антитоксический для определения напряженности иммунитета реакции дико не применяется а применяется реакция пассивной гемагглютинации с эритроцитарным диагностикумом микробиологическая диагностика метод бактериологический из зева берется мазок и засевается на кровяной агар это излюбленная питательная среда для стрептококка а затем проводится серологическое типирование разберем лабораторную диагностику на конкретном примере в одной из групп детского сада зарегистрирована вспышка скарлатины как же проверить наличие иммунитета в скарлатине у контактных детей как установить источник инфекции и какие препараты следует назначить для лечения и для профилактики скарлатины так вот наличие иммунитета можно проверить в реакции непрямой гемагглютинации с эритроцитарным диагностикумом чтобы установить источник инфекции надо выявить носителей среди персонала это могут быть воспитатели нянечки работники пищеблока и среди детей берется мазок из зева для лечения заболевания применяется пенициллин а для профилактики применяется гамма глобулин благодарю за внимание